В процессе нашего разговора присоединился губернатор Тульской области Владимир Груздев. Скажите, пожалуйста, что вы услышали, что самое важное для вас было в сегодняшней пресс-конференции президента? Для меня самое важное, что президент сказал, что выполнение указов от 7 мая 2012 года это приоритетная задача, потому что именно выполнение указов президента позволит снизить тот эффект девальвации национальной валюты, который произошел в стране. И прежде всего, конечно, это повышение зарплатной платы бюджетникам, коих у нас в стране большое количество, только в Тульской области 450 тысяч. А у вас ресурсы есть для этого? Вы знаете, это совместная работа, все необходимые ресурсы на 2015 год мы со своей стороны региональные заложили. Обычно мы с Минфином идем 50 на 50, и очень важно, чтобы сегодня Минфин пересмотрел свой подход, потому что в бюджет 2015 года, в федеральный бюджет, заложено пока повышение только на 5,5% заработной платы бюджетников. Как минимум, необходимо перейти на реальную инфляцию. А вообще-то, мне кажется, выполнение указов президента это тот локомотив, который реально поможет вытянуть не только бюджетную сферу, но и всю экономику. И еще несколько комментариев по поводу сегодняшней пресс-конференции. Вы знаете, очень удачно то, что пресс-конференция произошла сегодня, потому что Владимир Владимирович успокоил, я очень надеюсь, что он успокоил население, потому что очень страшная история, когда население начинает покупать валюту, снимать эту валюту из банков и начинает складывать их в стеклянные банки. Таким образом, мы убираем кровь из нашей жизненной системы и, соответственно, перестает работать банковская система. Вот этого допустить ни в коем случае нельзя. Потому что падение банков – это гораздо более страшная история, чем вопросы девальвации. Девальвация… Я хочу сказать, что вот это вот то, о чем вы сказали, вот эта вот некоторая паника, которой отдельные, так сказать, люди поддаются, она связана, как мне представляется, с недостатком доверия к действиям монетарных властей России. Потому что вот к чему был этот вопрос по поводу либерализма, господин Клигин? И, собственно, я хочу этот вопрос вот господину Доренко переадресовать. Вот смотрите, такое ощущение, президент сказал, что да, на нас давят, да, оказывают влияние внешние факторы, да, есть падение цены на нефть. Вот ощущение такое, что с нами… И в девальвации началась не с нашего рынка, она началась с лондонского рынка. Я согласен. Но наши монетарные власти должны с людьми, людям объяснять. Я просто хочу мысль договорить. Значит, ощущение такое, что нас уже давно бьют по башке доской, а наши экономические власти продолжают играть в шахматы, как будто бы ничего не происходит, как будто бы вот эта школа, которая создана либерально, и есть единственное, возможно, понимаете, движение в стране. Вот, пожалуйста, Сергей, у вас есть такое ощущение или нет? То, что президент закрывает их, это благородно и очень по-мужски, и это очень по-газодорственнически. Но я бы призвал этих людей понимать, что они нахомутали, мама, не горюсь за это время. Они на нас учатся, они на нас учатся, ЦБ и финансовый раздел правительства. Понимаете? И то, что президент сказал, мы команда, мы едины, в этом благородство, сила человека. Но, простите, если они и дальше будут продолжать хомутать и ждать, что он их покроет, вот это я бы очень опасался этого. Петр, очень важно, чтобы лица, которые ответственны за экономическую политику, выходили и объясняли посредством средств массовой информации ту политику, которая реализуется. Вы посмотрите, как финансовые... Откуда им, знаете, если они без 10 часов принимают решение ночи? Это не важно. Они могут и в полпятого утра принимать решение. Это не важно, когда принимают. Надо сказать, что и Набиульна, и Улюкаев объясняли, что они делают. Нужно объяснять. Объясняли. Нужно. И иногда, иногда нужно было, вот, знаете, когда евро там подошел к отметке 100 долларов, нужно просто было накормить спекулянтов... Ну, извините, 100 рублей за евро. Нужно было было накормить так, чтобы им просто неповадно было больше спекулировать. Но это... Секунду. Секунду. Я просто хочу, чтобы вы свою мысль пояснили. Значит, вот вы говорите, что когда к 100 подошло, надо было накормить спекулянтов. Это что означает? Это означает, что Центробанк должен выбросить на биржу... Это, по всей видимости, с запасами. Слушайте, интервенции проводят все центральные банки. Когда евро падало по отношению к доллару до 83 центов за евро, Бундесбанк точно так же поддерживал европейскую валюту. И тоже проводят интервенции. Это вопрос деятельности центральных банков, национальных центральных банков. И ничего страшного здесь нет. Петр, Петр, пожалуйста, Владимир, пожалуйста. Вот эффект толпы, эффект паники, он присутствует во всем. В том числе и в покупательских способностях. Я не знаю, Сергей, вам нужен был этот телевизор, который вы купили? Это был пример. Я просто разговариваю. Нет, он в принципе вам нужен был. Или он будет стоять у вас в ящике... Когда к Ленину просто подходит, ну, типа того, понимаете, и поговорить. Вот они мне показали пример. Самое важное, Петр, Петр, самое важное, не совершайте, что Даренко поддержал отечественных торговых. Нет, к сожалению, нет, пока торговцы. Да. Подождите, секунду. Я никогда не был в шоу, Сергей. Никогда. Сергей, предлагаю не сбиваться все-таки. Пожалуйста. Это наш регион. Пожалуйста. Могу сказать, что очень важно покупать только те вещи, которые тебе нужны. И ты не попадешь тогда на те увеличения цен, которые возможны. И второй элемент. Сергей правильно говорит, что действительно за эти два дня многие цены увеличили на 20-30%. Увеличение происходит достаточно часто. А вот снижение не всегда. И здесь вот как раз органы государственной власти, регионов, ФАС должны сейчас смотреть четко, чтобы наши люди просто не дурили. Потому что если курс пополз вниз, то и цены должны снижаться. Должны снижаться. Было время, и цены снижались. Правильно, что людей просто не дурили. Вот простой элемент. Если у вас не было журналистов с тульским пряником. Были. Но пряники не дали. Не успели. Пряники не увидели. Но я задам как раз вопрос, который не смогли задать мои журналисты. Он очень важный. Нужно перестать наступать на одни и те же грабли. Очень много историй, которые мы получили по запасному 3-4. Вопрос про грабли, мне кажется, все себе задают, не только ваши журналисты сейчас. Да, 3-4 дня назад, это мы все проходили в 8-м, 98-м и предыдущих годах. Вот смотрите, важно не совершать ошибок и не подставлять президента. Что происходит? Вот сегодня обсуждается вопрос отмены чернобыльских льгот. 14 территорий, которые попали под заражение. Не только, у меня 60% территории заражены. 190 тысяч человек из 460, которые получают сегодня льготы, Минфин предлагает с 1 января 2015 года отменить у этих людей льготы. Говорят о том, что замеры показывают, что у нас фон другой. Ну, как бы пришел в норму. Кто проводил замеры, непонятно. Жители не привлекали, но есть накопленный ущерб. 190 тысяч человек, это только в Тульской области. Почти миллион по 14 территориям. Цена вопроса, ну, даже называть не буду, она копеечная. Кто теряет эти льготы? Беременные женщины, женщины по уходу за ребенком, детские пособия. Потому что они двойные там. Нужно это делать сейчас или нет? Понимаете? Ни в коем случае, да. Поэтому вот таких вещей нам нельзя допускать для того, чтобы мы не получили... Ну, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Что уликает? Это было практически... Практически вот это был ваш тульский пряник сейчас, да? Да. Потому что на самом деле вопрос важный. Депутаты Государственной Думы, которые здесь сидят, они это услышали. Коллеги, коллеги услышали. Более того, я хочу сказать, что коллеги даже приняли закон, в котором с 1 января обязанность по выплате чернобыльских льгот переходит на регионы. Но при этом предусмотрена субсидия из федерального бюджета на выполнение этих норм. Но Минфин на 15-й год заложил субсидию с учетом сокращаемых территорий, по которым решение еще не принято. А закон о бюджете уже принят. Понимаете? То есть деньги уже сократили, а решения еще нет. А решения еще нет. Понимаете? Это не так бывает, когда денег не хватает в бюджете. Поэтому вот таких вещей мы не должны допускать. Это не вопрос депутатов. Это вопрос как раз взаимодействия Минфина с регионами. Это тоже должен быть важнейший процесс. Безусловно. Потому что не важно, кто выплачивает. Важно, как мы фондируем эту историю. Правильно, Сережа сказал. И вопрос обсуждения. Это вопрос депутатов. Это вопрос депутатов. И я хочу сегодня сказать, как первый зам руководителя фракции, что поэтому есть соответствующие законы. И благодарен губернатору, что он поднял эту проблему. И пока что мы не намерены это рассматривать. А все, что планирует Минфин оперировать бюджетными деньгами без принятия соответствующего закона, это несколько, мягко говоря, незаконно. Поэтому мы успокоим граждан. Пока что у нас все нормально. И проблемы, которые нам пытаются устроить, на эти процессы пока что не влияют и не беспокоятся. Но об этом сегодня и президент говорил. Пожалуйста, Владимир, пожалуйста. Можете прокомментировать? Прокомментирую. Вот за последние два месяца ко мне пять самых наших крупных агрокомпаний пришли в область и начинают конкретную, понятную работу. Например, вот свинину мы потребляем 4 миллиона тонн. Производим 3 миллиона тонн. Миллион тонн мы должны производить сами для того, чтобы заместить импорт. Примерно объем инвестиций 200 миллиардов рублей. Я согласен частично в том, что крупные проекты, такие национальные, федерального масштаба, они, конечно, должны планироваться на федеральном уровне и регионы должны быть выбраны. Ну, например, мы принимаем решение по дальнему доступу. Есть такие проекты, которые могут сами регионы запускать. Да, совершенно верно. Те проекты, которые мы можем делать самостоятельно, мы их будем привлекать и мы их будем делать. Но хочу сказать, что тот, кто сегодня опоздает и начнет производить свою продукцию, сегодня, это в том числе касается и импортных производителей, они потеряют место на полке и вернуться, через два года будет на полку, практически невозможно. Это показывает практика, ну, практически по всей тамарной номенклатуре.